Янчик, привет! Привет, Сашечка, Сашунечечка! А ты что такая довольная? Опять купила что-то? А у нас праздник! Яночка, у меня вообще-то праздник это тот день, когда ты тратишь меньше 5000 гривен. Я эти дни в календаре даже красным отмечаю. Пока красные белым проигрывают. Нет, Саша, не этот праздник. А какой? Интересно. Так, что тут у нас? О, день банкира! Нет. День таможенника? Нет. День таксиста? Саша, нет. Хорошо. Что нам скажет лунный календарь? О, так сегодня же это у нас полнолуние, да? Нет. Солнцестояние? Нет. Что нам скажет православный календарь? День великомученика Александра. Ух ты, как совпало-то, а? Ну нет, Саш. Куйран-байран? Ты что, барана купила? Саша, ну что ты такой выдумываешь? Ладно, я тебе навекну. Это наш праздник. Ой-ой-ой, это сложнее уже. Берем наш календарь. Да. Саша, что ты делаешь? Я вот смотрю, сколько у нас дней в году, в которых мы вообще ничего не отмечаем. О, вот, 17 штук у нас их. Вот это, Яна, и есть праздник настоящий. Ладно, я тебе скажу. У нас годовщина свадьбы. А, так это я помню, что там. Конечно помню. Ну, сходим в ресторан, отметим. Саша, я все подготовила. Вот. Вот тут теперь мне уже реально страшно. Саш, ну это не просто годовщина. Яна, это мы просто живем два года. Не просто два года. А так два года, как два корабля бороздят по морю. Как два голубка начали видеть свое гнездышко, где маленькие желторотики... Да это я помню, 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 помню. Так вот, Саша, у нас бумажная свадьба. Саша, это очень важная годовщина для каждой семьи. Ведь больше бумажной свадьбы не будет. Потому что потом идет кожаная свадьба, льняная, стеклянная, деревянная, оловянная. Это что, заказ на стройматериал или что? А на девятый год жесть. Яна, у нас жесть началась с первого дня знакомства с твоей мамой. Она мне тогда еще сказала, держись, она с тебя все высосет. А я вообще дурак не о том подумал. Это список гостей. Я не понимаю, это список гостей или перепись населения? Саша, ну это все гости, которые были у нас на свадьбе. Но это же и их праздник. Ладно, допустим, этих я знаю. Вот это что за люди? А это, это все очень важные люди в моей жизни. Это все мои подписчики в инстаграм. Они мне реально все как родные. Аренда ресторана? Ничего себе, Яна. Зато туда можно приходить со своим алкоголем. Я договорилась. Подожди, вот тут написано. Алкоголь 50 тысяч. Ну не умею я договариваться. Офигеть. Торт? Ничего себе. Нет, до свидания. Нет, нет, я торт очень нужен. Яна, мы покупаем торт Рошен или всю компанию в целом? Саша, это просто тортик. А, там стриптизерша внутри? Нет. Снаружи? Нет. А, это он лично пек. Саша, это обычный тортик. Ой, обычный тортик. Так, что это? Бумажные шляпы, аппарат для производства ваты, батут, глотатель мечей. Короче, нет, это бред, до свидания. Так, вот это что такое? Предоплата 5000 гривен. Что это? Уже не важно. Стоп, как это не важно? Подожди. Голуби. 10 тысяч гривен. Саша, это агентство реально обещало найти именно тех голубей, которых мы тогда запускали в небо. Ладно, хорошо. Но этих мы выпускать точно не будем. Пусть они у нас годик поживут. Мы их будем каждый год использовать. И так, глядишь, к пятилетнему юбилею мы в ноль выйдем. Хорошо. А еще я буду в своем свадебном платье. Ты же его продала за 50 тысяч. Ты не представляешь, сколько мне труда стоило его вернуть. За 70. Ну хорошо, хоть вернула. Ну как вернула? В аренду на три дня взяла. А еще я заказала у дизайнера такую же фату, в которой была на свадьбе. Яна, не тупи, пожалуйста. Просто пойди возьми в шкафу ту же фату, в которой ты была на свадьбе. Саша, в той меня уже все видели. Что люди скажут? Яна, вот это что такое? Что? Шарики. Пять тысяч гривен. Что это? Ой, Саша, это так будет красиво. Мы со всеми гостями выходим на улицу, запускаем эти китайские шарики в небо и загадываем желание. Яна, это деньги на ветер. Я вон в прошлом году их запускал, загадывал желание, чтобы у нас больше таких праздников не было. И все, ничего не сбывается. А вот это что за шарик 70 тысяч? Ну, это шарик побольше. Зато один. Мы садимся в него, поднимаемся, а потом опускаемся и очень эффектно появляемся перед нашими гостями. Значит так, смотри. На пятилетний юбилей мы с тобой будем заказывать самолет. Вместе с самолета спрыгнем с парашютами, всех гостей попросим, чтобы они тоже спрыгнули сверху и своими телами выклали слово «Горько». Да? Что ты сейчас делаешь? Записываю. Ну, это реально крутая идея на следующую годовщину. Ой, мы как раз перешли к мастер-классу по танцам. Я специально наняла тебе хореографа. Но ты же по-любому не помнишь наш свадебный танец. 20 тысяч? Раз, два, три, 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 раз, два, три. Фу, хоть на чем-то сэкономил Так, хорошо Что это у нас за парад? Это парад 50 официантов будут проносить мимо нас еду Слушай, а не сильно или круто за 15 тысяч Посмотри, как люди с нашей едой ходят А, не, они потом вернутся и можно эту еду будет кушать Саша, ну пожалуйста, я очень хочу этот парад Потому что потом такая классная будет сториз в инстаграме Это капец Почему я не стал геем? Для того, чтобы на мне жениться? Да нет, у них хоть парады за счет государства проходят Яна, короче, ну нафига мы празднуем этот юбилей? Саша, чтобы нам подарили подарки Между прочим, моя мама сказала, что Мой папа, наконец-то, разглядел в тебе зятя И решил подарить нам в честь нашей бумажной свадьбы Что? Рулон туалетной бумаги? Почти Бумажный заводик А вернее, свой картонно-бумажный комбинат Серьезно? Да Я богат Господи, дай мне сил дожить с ней до золотой свадьбы Яночка, конечно Все вам рос Конечно, будем праздновать Все вот это берем обязательно Даже этих карликовых жирафов Все берем Спасибо Я богат Яна, ну если у нас завтра годовщина свадьбы То сегодня у меня годовщина мальчишника И я иду отмечать его с Толиком С каким Толиком? Ты что, думаешь, я с такими деньгами себе какого-то Толика не найду? Саша! А, ну да, да, точно Точно Яна, я тебя люблю Саша! Саша! Блин, ты не так! Ну а теперь пришло время поговорить о красоте Вы знаете, если красота — это главное оружие женщин То салон красоты — это склад боеприпасов И цель любой женщины — по максимуму в нем вооружиться Парадокс Чем женщина красивее, тем больше денег ей нужно на салон красоты И вы знаете, наша Яна этот парадокс регулярно подтверждает Смотрим Егор, дай денег Сколько? Триста, пятьсот риен Пятьдесят тысяч мне в салон нужно Ты в какой салон собралась? В автосалон? Мы что, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты Я хочу стать красивее Еще красивее Еще красивее, Яна? Тебе красоты уже вложено на Гелендваген Ну, Егорчик, ну просто я хочу как-то поменяться Поменяться? Вообще не вопрос Смотри, двенадцать гривен Кардинальное изменение Можешь один день вот так носить, второй день вот так Разные цвета, разное настроение Ты всегда классная, ну? Ну, Егор, ну я серьезно Серьезно? Окей, гугл Паранжа, купить Киев Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина Ну, 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 уродина Ну, не на пятьдесят же тысяч, ё-моё Я все понимаю, конечно, но На пятьдесят тысяч просто много чего полезного можно купить Можно, например, над Киевом полетать на вертолете четыре раза Можно в казино сходить, ну, правда, один раз Можно по Киевскому парку без маски прогуляться три раза Ладно, ладно, рассказывай, а что ты там уже хочешь? Вот, я ей большой списочек составила Значит так, я хочу сделать себе губы А эти что, уже все? Потрескались? Выбрасываем? Нет, ну, у меня просто нет губ Нет губ? А вот это вот, что это такое? Что это такое? Нет, ну, ну, это обычные губы А я хочу губы, как у Ленки У Ленки губы, как у перепуганного лося Ну, правильно Потому что она дурочка Я же хочу пойти в дорогой салон Уколоть гиалуроновой кислотой А Ленка, жабиха, пошла в обычный салон И уколола там коллаген А он расплылся по всем губам И все, она уже месяц разговаривать не может Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука Главное что? Главное со мной на охоту тебе не ходить Потому что, ну, у Петровича сейчас со зрением не очень Он если увидит губы перепуганного лося, он шмальнет Нет, ну слушай, ну гиалуроновая кислота намного лучше И тем более через две недельки мы сможем с тобой целоваться Ты что, я не смогу вытерпеть две недели Давай я лучше тебе пчелку посажу на губу А лучше целую семью пчелиную Они тебя покусают, ты придешь к подружкам и скажешь Я красивая Нет, ну слушай, ну пчелами я не хочу Ну тем более это больно А вот гиалуроновую кислоту Можно, ее хватит на два месяца А потом что? Все, отпадут? Нет, ну потом повторная процедура А повторная сколько стоит? Столько же Янка, у меня только твой бампер обойдется дороже, чем вся морда на мой Х5 Ты знаешь вообще, как мы с Петровичем на этих губатых говорим? Губы есть, ума не надо Кстати, об этом Я хочу выщипать брови А что с бровями не так? Я не понял Ты что, проспорила? Нет Ты хочешь прийти и сказать Ааа, у нас тут радиация Нет, Егорушка, они просто слишком густые Да? Угу А, да, точно Вон подосиновики Подберезовики Ёжик яблочко понес Ну я серьезно, просто, ну блин Ну с такими бровями это не модно ходить, понимаешь? Яна, ну ты представляешь себя без бровей вообще? Так я не буду без бровей Я их нарисую То есть Эти ты уберешь А новые нарисуешь Яна, если тебя потянуло на изобразительное искусство Давай я тебе подарю разукрашку Краски Ты будешь себе рисовать брови, усики, пресс Можешь хоть дорожку к тёще нарисовать, пожалуйста Блин, ну Егор, ну я не просто нарисую Я сделаю татуаж Чтобы он подчеркнул мои красивые глаза Что все говорили, как муж меня любит Давай я тебе фингал поставлю Люди посмотрят и скажут Смотрите, как муж её любит Бьёт, значит, любит Кстати, по поводу глаз Я хочу себе линзы цветные Красные Господи Яна, а давай мы тебе просто глаза вытащим А там новые нарисуем Эй, я вообще пошутил Алло Слушай, но красные глаза Это же так сексуально Яна, если я в потёмках увижу тебя с красными глазами Ещё и без ровей, я обосрусь У меня просто может выработаться рефлекс, как у собаки Павловой Я буду тебя вот так вот видеть, всё, бомболюк будет открываться И капец, какой секс, ты что? Ну можно я хотя бы реснички удлиню? Вот это я вот вообще не понимаю, господи Дин, ну Егор, ну пойми, ну сейчас очень модно удлинённые реснички Ну у тебя нормальные среднестатистические ресницы А я хочу, чтобы все смотрели на меня и говорили О боже, какие у неё удлинённые реснички И шо? Егор, ты не понимаешь Я так сразу и сказал Ну хорошо, можно я хотя бы родинку удалю? Где? Где родинка, которая тебе мешает? На копчике её так не видно Ах, на копчике Так может если её не видно, может её оставить в покое? Пускай она живёт своей родинковой жизнью Она же на выборы не ходит, мусор за ней не надо выбрасывать Нет, ну смотри, ну просто когда я фотографирую попу Я вот вижу эту родинку и она меня смущает А зачем ты фотографируешь попу? Я не понимаю, ты что, решила на визу документы отдать, что ли? Или ты решила наконец-то зарегистрироваться в приложении Дия? Нет, ну я просто фотографирую попу, чтобы посмотреть, она у меня поправилась или похудела А эта родинка меня бесит А меня бесит то, что ты попу фотографируешь, Яна Ну можно я хотя бы сделаю программу лечения волос? А что случилось? Они заболели, да? Они кашляют? Или у них стопеньки? Что? Ну хотя бы просто выровнять волосы Ты же завивку позавчера сделала Егор, новые губы, новая прическа Слушай, давай тебе закажем пересадку головы и все проблемы решатся Я опять пошутил, ты чего? Можно я хотя бы вакуумную чистку лица сделаю? А это еще что такое? Ну это такая классная штучка, ты знаешь, это такой аппаратик Его вот так вводят по лицу и он высасывает грязь из пор Вон пылесос новый купил 2000 ватт Бери, высасывай, что хочешь Заодно губы и увеличишь Сам себе что-то увеличь? Он не увеличивает, я пробовал Жаль Ладно, ладно, давай посмотрим Что там у тебя еще? Змеиный массаж Что, твоя мама возвращается из Трусковца? Нет, ну это реально и змейки такие маленькие Их на спинку кладут и они так делают массажик Так назвали это встреча твоих подружек и все Так, антицеллюлитный массаж ягодиц за 1000 гривен Да, да Зачем тебе за 1000 гривен, если у тебя ягодиц на сотку? Блин, ну я просто не хочу, чтобы у меня был целлюлит И еще хочу делать омоложение кожи Яна Давай тебе закажем перетяжку кожи Смотри За 2000 диван сделали, стоит как новенький Мне иногда кажется, что он улыбается Ну можно хотя бы, ну хотя бы фишпилинг лицо, можно? Что такое фишпилинг? Это фишмаком возюкают по морде, что ли? Что это? Нет, ну это просто вот в аквариум лицо окунаешь Маленькие рыбки тебе обгладывают твою кожу Давай я тебя возьму с собой на рыбалку Ты опустишь голову в речку А раки тебя заодно и подстригут Ну? Ну можно хотя бы я пирсинг на сосочки сделаю Что? Это еще тебе зачем? Ну короче, я читала в интернете, что это сейчас очень модно Такой вот делаешь здесь крючочек и вешаешь разные брелки Я? А, да? Ты такая у меня классная С тобой можно сходить на рыбалку, даже не выходя из дома Это как? Берешь твою селфи-палку Вот так вот, на нее крючок сосочка Потом, оп, закинул, вытаскиваешь А у тебя аж губы, как у перепуганного леща Поймал леща, поцеловал, отпустил Поймал, поцеловал, отпустил Класс! Привет, соседи! Здорово! Здорово, Егорчик! Ян, слушай, я тут хочу омолодиться Дай два яйца Я надеюсь, куриных? Господи, Егор, ну конечно же куриные А тебе для чего? Ну, хочу масочку сделать Я с глиной размешаю, на лицо положу Оно, конечно, повоняет немножечко Но через три часа я прям принцесса Янка, смотри, какая у тебя классная подруга Пять гривен и ты принцесса Вика, оставайся у нас жить Янка, собирай вещи Да шучу я, господи! Люблю ж тебя! Люблю! Удиительное совпадение Проплаченный митинг Путан Закончился ровно через час Когда мужчина в первый раз вызывает Путану домой То он не всегда знает, что с ней делать У нас, похоже, именно такая ситуация Агентство Интим Плюс Администратор Багира, слушаю вас Здравствуйте, Багира Извините, не знаю ваше отчество Это Евгений Улица Вишневая, дом 15 Я уточнить по заказику своему Да, ну, Евгений, вы уже третий раз за 10 минут звоните Ну, выехала к вам девочка Блондинка, зовут Виолетта Да, ну, вы сказали 10 минут А ее уже 11 минут нету Ой, кажется, идет Одну секундочку Открыто! Ты Виолетту вызывал? Здесь, наверное, какая-то ошибка Дело в том, что девушка абсолютно не похожа На ту, что на фотографии была И вообще у меня такое ощущение, что это он Вы разберитесь, пожалуйста, там со своими работниками Вот, поговорите, пожалуйста Алло, да, это я Я на месте Давай Что значит я? Что значит на месте? Знаете что? Я на вас жаловаться буду Я на вас в суд подам Ты в первый раз, что ли? Да Понятно Виа, заходи Вот твоя Виолетта Вы извините меня, пожалуйста Бабки давай Я действительно первый раз Скажите, а вы с нами будете? Ты что, дурик, что ли? Чпок Чего? Евгений Михайлович, чпок Ну, чпок, готовься чпокаться Как закончите, мамке сразу звони Извините, пожалуйста, а это обязательно условие? Какое? Ну, родителям звонить после Нет, ты не чпок Ты дурик Давай, если что, я рядом Ну, привет, мой Свет Ну, че, где? Тут в спальне, в ванной А это что, мы уже начали, да? Мы сейчас уже закончим Ты че, уже все, что ли? Че, это все? Я еще могу Ну, давай Чувак, слышишь, может мы выпьем, а? Че ты трутишься? Есть че выпить? Узвар, компот А покрепче ничего нету? Есть квас Я про алкашку, дурашка Ой, вы знаете, алкоголь в комнате у родителей А я без спросов не имею права Ты типа с родителями живешь, что ли? Че это с родителями? У меня отдельная комната А родители уехали на дачу Вот я и решил скрасить свой досуг Ну, ладно, давай Разогреем сейчас твой досуг Пока отопление не дали, а? Желки-палки Че случилось-то? У тебя что, вот это вот В первый раз, что ли? Че это в первый? Второй? Первый раз был, когда его ногу на диван ставили Ясно Ну, давай, распечатаем тебя быстренько А я пойду А, может быть, познакомимся сначала поближе? Ну, я предлагаю поближе А, я имею ввиду поговорить там Ты че меня разговорами хочешь затратить? Хотя, дело твое, время идет Давай, рассказывай Кем работаешь? А я школьный учитель Интересно, да А вы кем работаете? Завуч По воспитательной работе Извините, я имел ввиду, кем вы планировали работать? Я вообще работать, честно говоря, не планировала А как вы выбрали эту профессию? Это не я, это она меня выбрала Сначала я не поступила в институт А потом поступила плохо И все, я в профессию Здорово Ну А давайте сменим тему Ну, наконец-то А какую музыку вы любите? Боже, ну ты задолбал Музыку вообще не я выбираю А бывает разная Бывает там под шансон, бывает под рок А один раз, прикинь, под мультик было Как? Вот и третий Ну так что, я могу выбрать музыку? Ну давай уже Хорошо Слышишь, чувак Под эту музыку секс можно только хоронить Может у тебя есть что-то посовременнее там? Намек понял Ну у меня родительский контроль Ясно Ну тогда Не знаю А давайте я вам Свою коллекцию марок покажу Слушай, давай я тебе уже кое-что покажу А это кто, ваш коллега? Да, вроде рано еще А кто это может быть? Интересно Ай, боже, боже Родители приехали Они же сказали утром Боже, что делать, что делать, что делать Идите скажите Что-то у меня нету дома Стойте Стойте, думай, думай, думай Быстро прыгать из балкона Ты чего, дурак что ли? Если моя мама узнает, кто вы Она нас обоих с балкона сбросит Я не буду прыгать Я ноги поломаю Чем я работать буду? Быстро с балкона Быстро Быстро Стойте, не буду я прыгать с балкона Я тебе сказал, не буду Я тебе сказал Здрасте Мама Это не то, что ты подумала А что тут думать? Тут, по-моему, все предельно ясно Олег Твой сын привел домой Свою девочку Ну, наконец-то Я уж думал он гей Дайте я ее расцелую Не надо, папа Ее целовать Собственник И девочка уже уходит Как уже уходит? Поздно же уже Женечка, она останется у нас на ночь Мама, на ночь это очень дорого Женя, ну какое дорого? О чем ты говоришь? В кои-то веки у тебя появилась девочка А ты мелочишься Олег, открываем шампанское Будем праздновать, да? Какое ж шампанское Правильно Давайте трахнем беленькую Не, ну Мне как бы не принципиально Вот это наш человек Мать Можно разок? А, сегодня можно Слушай, чувак, ну у тебя семейка Со свадьбой тянуть не будем Так, будете жить у нас Эту квартиру мы подарим вам Правда, папочка? Правда А сами на дачу Папа, давайте я вас все расцелую Не надо Женечка, может быть ты все-таки Представишь нам свою девушку Виолетая Но вы можете меня называть просто Доча 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 Некоторые даже во время Некоторые даже с родителями Во время Виолетточка А кем вы работаете? Ой, кем я только не работала И учительницей И полицейской Даже один раз с собачкой была Аниматор она А Это по работе Да Час двести Два четыреста Ночь пятьсот Аниматоры хорошо зарабатывают В долларах, конечно В кончезасте аниматором Очень небогатых ребятишек Доча Папа А я медсестрой работаю Ой, я тоже несколько раз в медсестрой была Значит мы коллеги, бюджетники Да, только бюджеты у нас разные Ой, у нас бюджетников такие проблемы Все нас и в хвост, и в гриву, ну вы знаете Ой, знаю, мама, знаю А папа у нас полковник полиции Свекрмент Бабам на работе расскажу Порвутся Так Женечка А ты делал Виолетте предложение? Мама Не мамкой? Вы без кольца отсюда не уйдете? Мама, у меня нет никакого кольца Есть кольцо, что бы ты без твоей мамы делал? Вот, семейная реликвия Мне досталась от прабабушки Переходит по наследству Мама, не надо? Да Надо, мама, надо Да Уже не надо? Давай, давай, давай Давай, давай Давай Как положено, на колени, а то все я да я На Моя дорогая Виолетта Дожила Дожила Нет Моя очень дорогая Виолетта Да, не дешевая Ай Забирайте это кольцо и уходите Я вас умоляю Да Ну ладно Я пошла Как? Вы уже уходите? Виолетточка, останьтесь Дайте мне на вас полюбоваться Вы знаете Когда я смотрю на вас Я думаю о том, что и я такой же была в молодости Нет, мама Такой ты точно в молодости не была Много ты о своей маме знаешь А вот папочка наш знает Папочка, расскажи детям, как мы познакомились О, еду я, значит, по окружной Возле жутомерки Стоит моя Маринка Худющая Ноги спички Замерзла вся Волосики на ветру развивают Подождите, это там не заправка Ну Я тоже там начинала Правда Тоже булочками торговали Можно и так сказать Булочками там, дыньками Мама, мне нужно тебе признаться Дело в том, что Виолетта Курит Курю я, мама Женечка, ну это не самый большой грех Главное, что девочка такая честная Открытая Очень открытая, прям на разбашку Душа Подождите, подождите, ребята Вы когда расписываться планировали? Мама, мы вообще не планировали расписываться Так, вы эти гражданские браки бросьте Все как у людей будет Свадьба Мальчишник Я тебе дам мальчишник А чего? Виолетточка, если бы вы только знали, чем они на этих мальчишниках занимаются Могу только догадываться Так, давайте сядем, что стоим Нога, правда нет Действительно, давайте сядем Боже, как еродно Ох, детки, заживем мы с вами Это же на даче еще одни рабочие руки появятся У нас там красотища Но работать надо Вот это с утра, как раком стал Так до вечера и не разгибайся Ну что ты пугаешь девочку? Ой, ладно, мне не привыкать Виолетточка, извините, такой вопрос А как у вас с религией? Нормуль у меня с религией Я каждый четверг приезжаю к батюшке Иногда он ко мне Молодец Хорошо, хорошо Виолетточка, а вы не хотите посмотреть Женины детские фотографии? Я сейчас принесу и вам все покажу, все покажу Подождите меня, подождите А я за беленькой Виолетта, я умоляю вас уходите Ага, сейчас Что вам еще надо? Вот Вот Здесь все мои сбережения Берите и уходите Что ты мне за свинью подсовываешь? Мне тут, походу, хата светит Да я тебе... Мама, где вы там? Иду, 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 Виолетточку Иду, несу, несу, несу Детские фотографии Присаживайтесь Вот, посмотрите, какой он у меня красавчик Маленький, пухленький, голенький У меня тоже есть голенькие фотографии на сайте Только я там уже взросленькая А, шутит С юмором, девочка С юмором, да Зато вы послушайте, как красиво звучит Виолетточка О, я у многих, кстати, в телефоне так и записана Виолетточка Пока нас не слышат мужчины Хочу спросить, а у вас до Женечки кто-нибудь был? Не, ну так что вообще вот так вот серьезно Никого, никогда Он у меня первый Боже, Женечка, как тебе повезло Несказанно, мамочка А, скажите, пожалуйста А как именно вы познакомились? Ну, я просто ее вызвал, она приехала Это была судьба Должна была приехать Снежана Но она была на другом объекте А, ну, наверное, у аниматоров тоже есть ротация Ой, ротация у нас, кстати, тоже есть в программе Э, ну че так долго, вы что тут сватаетесь? Женечка А это кто? Это? Ага Это ее Папик Папа Мой родной и дорогой Узнал, что его дочь тут остается ночевать И решил прийти познакомиться Ну, правильно, надо ж повстреть, шо за люди Да какая семья? Ну, шо это за хрен? Полковник полиции Олег Петрович Иван Федорович Крузенштерн Капитан третьего раза А, моряки Гип-гип Гип-гип Подводник, наверное Доча моя Да, папа мой А ты работать собираешься? Там клиенты ждут А я уже все Я уже не могу Я замуж выхожу О, будете сами там анимировать Ты шо с ней сделал, чпок? Иван Федорович Очаровал Слышь, от Порозок Ты че машину заглушил И ключи забрал Я там уже задубла Женечка А это кто? А это ее? Мамочка Да какая мамочка? Это реально наша мамочка Боже, а я смотрю Как вы похожи Так шо ж-то? Вся большая семья Вместе Да Давайте сфотографируемся Конечно, конечно, папа Так, а ну шо здесь происходит? Чш-чш-чш Это ментовская хата Не палимся Ёй Доча! Мать! Гип-гип Идиллия прямо Идите быстрее к нам Сейчас сфотографируемся Так, Женечка Бери Виолетту под руку Становимся красиво Папочка, иди сюда Ага Все красиво А так от? А так от? Три Два Один А! Дорогие своты и Виолетта. От всей души приглашаем вас к нам на дачу на выходные. Ну, со троих на выходные это вам в копеечку выльется. Все. Мне надоел цирк. Мама, неужели ты не поняла, кто такая Виолетта? Женя, я все поняла. Ну, такая профессия у девочки. Аниматоры ведь тоже люди. Мама, ты не поняла. Этот мужик сутенер. Это хозяйка борделя. Ну, теперь тебе понятно? Понятно, Женечка. Что родителей не выбирают. Все на дачу. Дизель шоу Дизель шоу Дизель шоу Дизель шоу Продолжение следует...